Белоруссия Два бюраги Припяти в Житковицком районе их очекают в ближайшие дни. Головная спортивная падея весны. Сегодня открылся чемпионат Европы по легкой атлетице у закрытых помешканьях. Сирот инвалидов, по слуху. А зараз об этом и иншим больше подробятно. Президент Беларуси Александр Лукашенко подкресливая особливую дружбу по международам Беларуси и Грузии и добрые пошутки, которые остались еще с советских часов. Об этом керавник Беларусской Державы заявил сегодня у Тбилиси на перемовах с президентом Грузии Георгием Маргвилашвили. Керавник Беларусской Державы погодился со словами грузинского лидера про то, что супрационерство двух краин развивается в первую очередь деля граждан. Это дотышится взаимодействие как в сфере поставок и вытворчивости продуктов харчевания, так и складанной техники. У Беларуси нема закрытых тем в супрационерстве с Грузией, подкреслив Александр Лукашенко. И он так само выказал упэлненность, что краины уже селета смогут переодолить, отзнаковывать 200 миллионов долларов во взаимном гандле. Георгием Маргвилашвили так само выказывался за развитие супрационерства помеж Беларуссию и Грузии. И он подкреслив, что относины двух краин для многих у света могут быть прикладом. Сегодня в Беларуси проходят жалобные мероприемства, присвеченные 75-ю годию знишения оккупантами везки Хатынь. Весной 1943 года каратели спалили ей разом с насильницем. У огни сгорели 149 человек, 75 яких дети. С нагоды 75-ю годы хатынской трагеды до своей чинников взвернулся президент Беларуси Александр Лукашенко. Вельми дорогой ценой досталась свобода родной земли нашему народу. Историчную память об этих страшенных годах мы беражливо захаваем и передадим детям як иммунитет супрать любой военной агрессии и националистичной ворожасти. Як разумение того, что ничто на свете не варто одобранного человеческого життя. Мы, беларусы, нось биты генной памяти нечеловечих покут народа, які выстоя у великой чинной войне, говорим усим. Нехай самотный бой званов хатыни гучить и перастирагая от полторы дня страшной трагеды. Нехай их металличный плач донесеться до тех кутков земли, где сегодня забыли об тем, что життя – это дар Божий. Мир – самая великая каштовность. Мы повинны это помнить за уседы, означается в звороте президента. Лез хатыни разделили многие беларусские везки. На территории Гомельской области оккупанты полностью частково знишили больше, как 1120 населенных пунктов. 18 вёсок, які были спалены разом с жихарами, после закончения войны так и не отновились. Сегодня у регионе память загинувших ушановывали подчас митингу реквимов. У Гомеля у неба запустили 75 поветрных шаров, як символ 75-ти годзе трагеды и 75-ти дитячих життя, які оборвались у полуми хатыни. А в Калинковицком районе сегодня вспоминали трагедию, якая здарилась у вёсты Лоски. С подробязностями корреспонденты телеканала «Мазыр». Вёстку Лоски называют «молодшей сестрой хатыни». 22 липеня 1942 года фашистские карники сагнали у три домы 238 старых женщин и детей и спалили их заживо. Таким надмирно жёрстким был отказ гитлеровцов на дейни мясцовых партизанских отрада. Когда-то по этим улицам бегали дети, когда-то тут была мирная жизнь и совершенно неожиданно для этих жителей бронепоезд остановился на этой станции и произошла страшная трагедия. Здесь остались три холма от трёх домов, где были сконцентрированы все жители. Чем больше мы будем помнить такие даты, такие трагедии, тем мы, наверное, сможем не допустить такого повториться, чтобы оно повторилось ещё раз. Усяго за годы Великой Ачиной войны загинули больше за 460 жихаров вёски. Их память ушиновали подчас митингу реквиема. На мероприемство собралися процедуники районной улады и селевы Конкама, городских организаций и предприемству «Молодь». Каля помненька прахучали прадмовы и верши. Тут же пройшла акция «Свечка памяти». После Великой Ачиной войны эта деревня была восстановлена, и здесь насчитывалось до 1980-х годов более 300 домовладений. То есть численность была 700, почти под 800 жителей. Сегодня в Лосках проживают усяго 10 человек, в основном пенсионеры. Взрыдку батьковские хаты наведывают дети. Мясцовые домовладания часто выкористовываются под дачи. И каждый гость проезжает мимо трех узгорков на месте спаленных домов и мимо помненька. Яны повинны находывать и будущим поколениям про тое, что николи не повинна повториться. Катерина Юрченко, Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Учарговый раз подсвержена эффективность проведения субботних телефонных линий зудзелом керауниства региона. Свою проблему Жахарой Гомеля смогли вырешить только после сворота до старшинья был в Иконкама у Владимира Дворника. У некоторых кватерах дома по улице Кирова довольно протяглый час отсутствовало тепло. Зараз ситуация полепшилась. У проблеме разбирался Дмитрий Котов. Капсагрецы зимой Виктория Мясник выкористовывала багровальник. Прибор допомагая уже каля трех годов. С проблемой отсутствия тепла у квартиры сутыкнулись и еще несколько соседей. Коллективно свертались до коммунальных службов и уладов. Кожный раз без Выникова. Обядца не давались, а оленья стремливались. Было принято решение потелефоновать на минулую субботнюю линию зудзелом старшини Аблвы Конкама у Владимира Дворника. Ситуация отразу изменилась. За последнюю неделю обогрев на этажах включили, потому что до этого батареи вообще не работали. В квартирах немножко увеличили давление, потому что в двух комнатах все-таки чувствительно стало потеплее, но в одной все равно такой же холод. Этот дом по улице Кирова побудованы еще в 1961 году. До 2012 года, пока он не был передаден на баланс к ЖРЭУ в Центральное, техобслугование належным чином не проводилось. Только ремонтные работы под час аварии. Проблема возникла три года тому, после замены труб. По кольке дом заявляется опошним в Сями, упоследованный Монцугу за диной системой теплозабеспечения, то и он к рыху недоотрывливого тепла. Однако это тычилось только некоторых квартир. Каб вырошить проблему, выканана промывание теплообменника и шастково проведена ревизия запорной арматуры. Додатково установлены насос. Однако это не полный комплекс проводимых мер. Принято решение, во-первых, это в межотопительный сезон, поскольку дом является бесподвальным. И сегодня, чтобы отрегулировать полностью запорную арматуру, необходимо зайти в квартиры. И, мало того, это под полами жильцов. Поэтому в межотопительный сезон будет сделана окончательная ревизия запорной арматуры. Поэтому дому что позволит, я думаю, нам эксплуатировать этот дом без аварийно, выполняя все показатели по теплоупотреблению. Все ли это будет распроцовано проектно-коштаристная документация. А в наступном году этот дом, как и инший в квартале, ждет капитальный ремонт. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». В Житковицком районе ведутся работы по будовнести подъездной дороги до паромной переправы. И она повинна часово заменить по ошкоджи на автомобильный мост Прас-Припять. Паром прибудет сюда с Пинска после вызволения раки от леду. Пакуют два береги, связывая понтонный мост. А лягу деятельность у значной ступени залежит от природных умов. Житем по обо двух берегах Прыпяти потекавился Олег Сенсюров. После того, как на проконце минулого года Житковицкого района доведалися, что автомобильный мост, який звезл районный центр Туровской зоны Пашкоджины, их житё поделилось на «да» и «посля». И справа не только у тем, что шматк тот житковчан працовал на другом березе раки. Размовой шла Яшеев с обеспечением Турова и новокольных вёсок продуктами харчевания и медикаментами. У залежности от наявности людей на раце тут то наводили, то снова разбирали понтонный мост. У минулого турок, по им, снова отновился рух транспорту. Зараз житковчан Туров звезла понтонный мост. Была и самая значная проблема под час эксплуатации лёд. Великая Ильдзина мост может просто знести. У этой хвилины на Припяти означается «крыгоход», але ситуацию приходится контролировать кожную хвилину. Этот гук для работников, які обслуговують понтонный мост, стал уже звучайным. Постоянно некто з их надзирают за ситуацией на раце и при необходимости багром регулируют потоки. Правда, такое пристасывание допомогает не за всё, тогда и на допомогу приходится притягивать будовищую технику, якая ликвидует заторы. По вынику необходимости на допомогу по перевозке населения на катерах, готовые прийти в ртовальники, зараз работники районного отдела МНС ведутся к круглосуточному монитору ситуации на реках. Особливая увага у зровню воды. Уровень воды скачет у нас каждый день. Когда есть морозы, значит, он уменьшается. Когда чуть подцепление, уровень воды растёт. На данный момент уровень воды 523 сантиметра в Припяти, при опасном уровне 510. Ну, никаких подтоплений на данный период не фиксируется, потому что погода, мороз сейчас. Одночасово у Житкинском районе активно будуется подъездная дорога до паромной переправы. Сам паром, приди в Спинске, после того, как Припять вызволится от лёда, что оттечется основного автомобильного моста. Зараз на им протягуются работы по разборце пошкодженных конструкций. Полностью рамотные работы с обновлением руху повинны быть завершены в этом году. Сирот, ты, кто наибольшь моста очекает этой подеи, жахарит у русской зоны, непосредных города и никаких новокольных вёсок. Ясчай, одразу после отремания информации о проблемах с мостом про Припять, местовые улады предприняли меры по забеспечению этой территории и всем необходимым, от продуктов харчевания до медикаментов, у Туровской городской больницы створили месячный запас леков. Туровская городская больница обслуживает население численностью 6400 человек. Обычно работы у нас добавляется зимой и весной, потому что в это время проходят профилактические осмотры работники наших предприятий. Ну и плюс ещё, наверное, потому что больше вспышка ори. Сгодно с распоряжением областного управления хого здоровья, у периода, когда транспортно-зносины празд в Припять порушались, экстренную допомогу же храм Туровской зоны оказывали леческие медики. А про это некоторые специалисты, которых непосредственно у Турови не было, теперь працуют тут вахтовым методом. Приезжают хирург вахтовым методом и приезжают два раза в неделю гинекологи из Мозринской городской больницы и из лечицы. И запланировано в апреле выезд бригады РМПЦ в составе эндокринолога и терапевта для осмотра пациентов и для оказания дальнейшей помощи. Сегодня у Гомеля презентовали доброчинные проекты громадских организаций региона и узнагородили первоможцев конкурсу видеороликов «Доброчинность на Гомельшине». Просвятили мероприемство 80-ю годзю нашей в области. На выставе были представлены флагманы доброчинных справ громадских организаций, с карбонкой оких наполнено значными проектами. Больничные клоуны «Фанни Ноус» забавляли удельников мероприемства цирковыми номерами. Активисты Фонду Миру суместно с наученцами середней школы номер 27 Гомеля проводили доброчинную акцию «Дай пять добру». По удельнише тюй могли усе жадающие. Достатково было написать теплые слова для выхованцев областного дома детяти. Стенд разом с пожаданиями и доброчинными охверованиями передали во установу подчас урочистого концерта. А так само узнагородили усих удельников областного конкурса видеороликов «Доброчинность на Гомельшине». Улику призеров – навученцы и наставники Головинской середней школы, Рогачевской гимназии и Добрыжского профессийного политехнического лицея. Вероможным стал видеоролик Решеского районного лицея. Створальники трехвилинного фильма так само были узнагороджены и в специальной номинации от телерадио компании «Гомель». Не важно, что ты частичку толику внес в благотворительность, важно то, что ты в душе разделяешь ту боль, которая есть у людей. И та частичка своей души, ты ее отдаешь человеку, тем самым проявляешь свою милотердие и гуманность. Благотворительность – это проявление благородства со стороны любого человека. Сегодня означается «Сусветный день воды». Он был заснован 25-х годов тому Генеральной ассамблеей ААН. Головная мета – нагадать, что захование такого каштовного природного ресурса планеты, как вода, залежит от каждого человека в его штабженном жизни. У стенах Белорусского державного университета транспорта «Зна годы свята» отбылось тематичное мероприемство. У делу им приняли студенты и выкладчики ВНУ, представники областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного осяродя, члены громадского объединения АСДЕМа и другие зацикавленные особы. Тут разгорнулася дискуссийная пляцовка на тему «Вода для життя». Говорка ишла про стан водных ресурсов Гомельской области и мерах по их охове и рациональным выкористаниям. Подчас мероприемство прогучало. Наш регион по забеспечению водными ресурсами находится у достатково сприяльных умовах. Запасы пресных, поверхневых и подземных вод сдольные задоволят сегодняшние и перспективные потребы насильства и экономики. По территории Гомельщины протекает больше, как 260 рек. Налишивается столько шпрудов, озер и водосховишев. Наш регион размещает самыми великими запасами поверхневых вод у республицы. Так, огульный по области рачный стек складает больше, как 54% от стеку по краине. До того, что Гомельщины демонструют и самый высокий узровень экономии воды у вытворчей деятельности предприемства. Назирается так само и устойливая тенденция до скорочения удельного водоспоживания на душу насильства. Мы убедились за последние несколько засушливых лет, насколько увязвим водные ресурсы, как они подвержены, когда они засухи, что происходит с ними. Но видим, что нынешняя весна обещает быть полноводной. И мы очень надеемся на то, что реки будут восполнены. А если говорить о качестве водных ресурсов, то они на государственном уровне контролируются в рамках национальной системы мониторинга окружающей среды по гидрохимическим, гидробиологическим показателям. И хочется отметить, что большинство рек Гомельской области по этим показателям находятся на статусе хорошие и даже отличные. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.cvrgomel.by. Далее эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд». Я с вами развитываюся. Усяго доброго и до встречи эфира. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомель задержан курьер интернет-магазина по продаже психотропов. При личном досмотре мужчины и обыски по месту жительства изъята крупная партия дурмана. Сотрудники отряда милиции особого назначения при проведении мероприятий по охране общественного порядка задержали около одного из круглосуточных магазинов 22-летнего жителя Брагина. Милиционеры обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека. В ходе проведения личного обыска у него в карманах было обнаружено 11 свертков с неизвестным веществом. Впоследствии сотрудниками Управления по наркоконтролю и противодействия торговле людьми УВД Гомельского облсполкома было установлено, что задержанный является курьером интернет-магазина по продаже наркотических веществ. Его функции заключались в осуществлении закладок с наркотиками на территории областного центра. Следственно-оперативной группой при осмотре квартиры, которую молодой человек снял для проживания, были изъяты два полимерных пакета с неизвестным веществом. Сотрудниками нашего отдела были проведены неотложные экспертизы, согласно выводам которых представленные объекты содержали в своем составе особо опасные психотропные вещества Альфа-ПВП и ТМЦП-2201. Вес веществ составил 57,37 грамм. В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители на территории Гомеля обнаружили тайники с шестью закладками наркотических веществ. Следственным комитетом по этому факту возбуждено уголовное дело. Наркокурьер заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Несчастный случай произошел в деревне Березники Калинковичского района. В ремонтном боксе на территории сельхозпредприятия во время демонтажа колеса грузового автомобиля МАЗ получил травмы водитель. Мужчина 1963 года рождения с переломами ребер и повреждением легкого доставлен в больницу. Еще один случай произошел в Петриковском районе в деревне Новые Головчицы. Во время обеда 46-летний мужчина предположительно подавился пищей. Его товарищ, находившийся в тот момент рядом, не сумел ему ничем помочь. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В обоих случаях следственный комитет проводит проверки. Автомобиль МЧС в окружении кортеджа ГАИ сегодня проследовал в направлении Костюковки. Машины шли с включенными проблесковыми маячками. Экстренные службы проводили профилактическую акцию «Уступи дорогу спецтранспорту». Данное мероприятие проводится для того, чтобы еще раз напомнить водителям и другим участникам дорожного движения о необходимости предоставления преимущества в движении оперативному транспорту с включенными проблесковыми маячками. Напомним, что за данное правонарушение предусматривается ответственность в виде наложения штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин либо лишения водительского удостоверения сроком до 1 года. За полтора часа проведения акции к административной ответственности было привлечено 12 нарушителей. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Почти две сотни атлетов из 19 стран. В Гомельском дворце легкой атлетики сегодня стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении среди спортсменов с нарушениями слуха. Соревнования такого уровня впервые проходят в Беларуси. Между тем белорусские легкоатлеты не раз поднимались на предистал и почета самых престижных континентальных и мировых соревнований. В том числе и дифлимпийских игр. Среди чемпионов есть и гомельчане. Это Роман и Маргарита Гралько. Также в сборной Беларуси на чемпионате Европы наш регион представляют Владлена Зубрякова и Александр Майстренко. Специализация гомельчан – прыжки. Право на проведение чемпионата Европы наша страна получила в 2016 году. За два года была проведена работа по подготовке спортивной арены, а также необходимой инфраструктуры. Как и результат, турнир проходит на самом высоком уровне. Сегодня тот результат наших дефолимпийцев, которые мы сегодня имеем в Гомельской области, и последние медали на Олимпиаде в Турции доказали, что мы можем достигать высоких планок, высот. И, наверное, вот это мероприятие еще раз подтолкнет наших дефолимпийцев, наших людей, спортсменов с ограниченными возможностями еще раз к достижению каких-то высот, к завоеванию медалей. Прекрасные впечатления от соревнований. Очень много болельщиков на трибунах. Приятно, что большое количество стран принимает участие в нынешнем чемпионате Европы. Кстати, белорусская сборная открыла счет завоеванным наградам уже в первый соревновательный день. Приятно, что свое слово сказали местные атлеты. Бронзовую медаль в тройном прыжке завоевала Маргарита Гралько. Владлена Зубрякова заняла четвертое место. Золото и серебро выиграли спортсменки из России. На чемпионате Европы атлеты разыграют 33 комплекта наград. Завершатся соревнования 24 марта. Баскетбольный клуб «Гомельсош» провел очередной поединок в чемпионате страны. Игра проходила на домашней площадке. В гости пожаловала столичная команда «Цмоки Минск». Отсутствие ряда игроков плюс изнуряющий график матчей не давали поводов говорить о положительном исходе. В самом начале игры столичные баскетболистки начали подтверждать статус фаворита. Тем не менее, в первой четверти гомельчанки навязывали борьбу. Правда, уже во второй. Сделать этого не получилось. К перерыву 12.47. После игра стала более равной. Несколько удачных трехочковых бросков удалось совершить капитану команды Марине Раковской. Которая стала самым результативным игроком матча с 20 баллами. Итоговый же счет после финального свистка 39-86. Результат, в принципе, налицо. К чему были готовы, то и получили. Сейчас у нас в связи с этим регламентом каждую неделю по две игры. У нас среда, суббота, выезд. Просто у нас люди, как «Смоки» и профессиональная команда, они тренируются два раза в 12. У нас все люди работают. Мы просто не можем сейчас с оптимальным составом собраться на игры. Поэтому все настраиваются на конец апреля, когда начнутся уже игры плей-офф. Поэтому там уже, естественно, люди будут где-то отпрашиваться, добрать за свой счет. Заберем все оптимальные составы, будем, естественно, бороться за выход четверку и будем еще бороться, я думаю, за медали. Ближайшую игру «Гомельс-Ож» проведет в субботу в Минске. Начало матча с «Горизонтом» в 16.00. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».